Всем привет! С вами Ольга Чердова, моя огородная азбука. Сегодня 8 октября и в некоторых регионах уже пора садить чеснок. Чеснок вы все знаете, что он бывает озимый, бывает яровой. Эти названия, если кому-то неизвестно, если кто-то новичок, то яровой это весенний. Короче, эти названия определяют, когда мы высаживаем посадочный материал. Если высаживаем весной, есть яровые сорта, то это яровой, а зимой те, которые высаживаются вот сейчас осенью. Я выращиваю только озимый чеснок, всегда высаживаю только под зиму. И если кто-то боится, что чеснок вымерзнет, я не знаю, я никогда не утепляю грядки чеснока, никогда сильно точно не высчитываю сроки посева. Потому что, насколько я знаю, чеснок очень морозостойкий. У меня за все эти годы, вот более 30 лет посадки чеснока, не вырос, ой, не вымерз ни один раз чеснок. Ни одна чесноковина не вымерзла. Вот сколько ты их посадишь, столько они и сходят. Мне кажется, выращивание чеснока, это самое-самое простое, что есть в огороде. Посадил осенью и все. Я только весной прорыхливаю, вот когда он сходит. И, естественно, прополка. Все, ну и там смотрите, стрелки удалять или нет. Потому что почти весь озимый чеснок, он стрелкующийся, то есть он выпустит стрелку. На нем будут вот такие бульбочки. Я разделяю на две части. Половину бульбочек я оставляю для того, чтобы взять семенной материал. Да, чтобы следующая посадка была экономичная, не тратить вот эти вот здоровые головки. Вот такие садить здоровые головки у меня рука не поднимается. Но в этом году немножко посажу, потому что упустила, набрала мало бульбочек. Все их повыщипывала. Ну и все. Значит, у нас есть озимый и яровой. Осенью, которую мы высаживаем, это, конечно, озимый. Все они холодостойкие. Все они не боятся морозов. Вот у нас даже в сибирском регионе, я еще раз повторяю, у меня ни разу не вымерзал. Про сроки. Вот срок, я уже упоминала в предыдущем ролике. То, что указан срок, это ничего не значит. Потому что сейчас у нас погода так изменилась, что если мы будем следовать нашим срокам посадки, то, возможно, мы можем ошибиться. Вообще, я назову, что срок посадки в холодных регионах называется последняя декада сентября, первая декада октября. То есть, с 20 сентября по 10 октября. Это в северных районах, это вот в таких сибирском регионе, приравненных к нам. Потому что у нас в это время обычно уже всегда холодно. А в южных районах, наоборот, посадка с 10 октября, ну и там до бесконечности, может быть до конца октября, может быть в начале ноября, все смотрим по погоде. Так же, как лук, про чеснок, специалисты пишут, что если рано сильно посадить, то он может прорасти, это ему не нужно. А если поздно посадить, то он может подмерзнуть. Он не успеет укорениться. И если не следовать вот этим срокам, а по погоде, то нужно примерно высчитывать, что чеснок можно высадить за 1 или 1,5 месяца до похолодания. То есть, здесь более такие сроки растянутые, можно высадить за 30 дней, за 35, можно за 45. Он более удобен в посадке, потому что здесь меньше у нас шанса ошибиться со сроком. Если лучок чуть-чуть раньше или позже высадишь, он может подмерзнуть, то с чесноком, скорее всего, этого не произойдет. Если вы посадите на неделю, на две раньше или чуть позже, он все равно у вас перезимует. Главное, чтобы он успел укорениться. Вот этот период им нужен для того, чтобы они успели выпустить корни, довольно-таки длинные, на большую глубину. Обычно, как говорят, что за это время он распускает свои корни на 12 сантиметров. Это очень много. Это вот такое примерно расстояние. И вот такие корни в глубину он выпускает. Но при этом, вот эта вот зеленая часть не должна высунуться туда вот наружу. Все. Остальное, все очень просто. Садим так же, как лук. Отбираем здоровые, сухие. Если вот этими головками делим на зубчики, если мелкие вот такие, то просто расшелушим. Если вот такая одна зубка, то ничего вообще с ней не делаем, она уже готова. Ну и про подготовку. Есть разные такие подготовки. Некоторые промывают в растворе соли. Как говорят, что это предохраняет от каких-то заболеваний. Кто-то в марганцовке. Кто-то в растворе медного купороса. Все по-разному делают подготовку. Я не делаю никогда ничего. У нас, так как у нас холодный регион, вот эта вот зимняя, минусовая, большая температура, вот это вот промораживание. Ну это мое личное мнение. Я считаю, что после такого промораживания там и все бактерии убиваются. Не надо ни марганцовкой никакой обрабатывать, ничего. Уже убьется. У нас минус 35 бывает, минус 40. При таких температурах обычно все погибает. Я, конечно, не могу сказать, что вот это прям такое, ну как, стопроцентное, да. Но я говорю про себя. Я никогда не обрабатываю. У меня чеснок никогда не болеет. Ничего, никаких дополнительных обработок я не делаю. Все всегда получается хорошо. Если он и так хорошо растет, то зачем я буду делать что-то дополнительно? Соль, марганцовка, там, медный купорос. Короче, у меня чеснок в чистейшем виде. Просто разламываю, сажу, засыпаю землей. Ну, еще, конечно, нужно поговорить про грядки. Вот если грядки делать, то делать так же, как для лука, в зависимости от того, какая у вас почва. Если почва не очень плодородная, то нужно добавлять перегной. Я всегда добавляю на 1 квадратный метр ведро перегноя. Добавляю всегда золу. В этом году у меня золы нет, у меня прям нервное расстройство, золы нет, приходится добавлять суперфосфат. Но, если есть зола, то ничего больше не нужно. Я добавляю перегной золу, делаю грядки, высаживаю, все. Я ничем не мульчирую, но можно, некоторые мульчируют, сверху можно и засыпать слой перегноя, можно засыпать опилками, можно засыпать листьями, различными ветками. Так как чеснок очень мразостойкий, я никаких дополнительных действий не делаю. Все это просто сажу, просто засыпаю землей, и все. Когда я буду высаживать чеснок, я вам покажу, как я это делаю на реальной, грядки. Но вот сейчас пока, я дала теоретическую вот эту часть, потому что в огороде столько не скажешь, все это вылетает, когда работаешь с землей, я там путаюсь, повторяюсь, или что-то не это самое. Все самое важное, что вы должны сказать, я вот, что вы должны знать, я вот сейчас сказала, что сроки посева тут более свободные у нас, он так как мразостойкий, можете не бояться, что он вымерзнет, что я вот не делаю обработки, если у вас нет времени, не рискните, можно посадить без обработки, на следующий год посмотрите, может быть и не нужно ничего, вот это зря время терять, обрабатывать. И также про удобрения, если у вас почва достаточно плодородная, то люди просто высаживают в перекопанную землю. Я добавляю перегной, потому что у меня песчаная земля, и я добавляю всегда залу, до этого добавляла, нынче буду добавлять суперфосфат. Вот это основное, что мы должны знать о посадке озимого чеснока.